И всем здарова, Ут снова тут, и сегодня мы с тобой поговорим про Бара Киттира, кто это, когда он бывает и как на этом можно подзаработать платины. Собственно, это мой любимый способ, потому что он самый ленивый. Но сперва немного странной информации в твою голову. Ты наверное слышал, что ютуб не любит некоторые слова и не любит странные стримы. Чтобы избежать последствий и санкции со стороны ютуба, существует бусти. На бусти в свободный доступ я выкладываю все, что было забанено на ютубе. Также при желании там ты можешь поддержать канал. Заходи ко мне на бусти, ссылка будет в описании. Ну а первое, что тебе нужно будет сделать, если ты новичок, это добраться до определенной планеты. Если быть точнее, то тебе нужно добраться до плутона. На плутоне есть реле орка. Это последнее место, куда прилетает Бара Киттир. Дело в том, что он прилетает в рандомные эти реле, которые расположены по всей карте. Но именно на плутоне это самое последнее реле. И если ты не дошел до плутона, где-нибудь остановился на уране, то Бара прилетит в орку и тебя здесь будет вход закрыт. Поэтому быстрее добирайся сюда. И тогда ты сможешь, куда бы не прилетел торговец, пойти и что-то у него прикупить. И заработать на этом платине. Перед тобой сейчас страница Вики. Варфрейм Вики. И здесь есть такой кайфовый счетчик, который торговца бездны ведет отсчет. Вот здесь ты можешь посмотреть, через сколько он прибудет. А также, что он привозил в последний раз. То есть вот всякие товары, болевая точка и так далее. Вот 12 января он привозил у нас. И вот весь список. Ну и собственно, в общем здесь страница будет в описании. Ты сможешь ознакомиться с этими данными. Валюта, которую использует торговец бездны Баро. Это дукаты плюс обычная валютка. Ну, то есть вот смотри, если ты наводишь на какую-нибудь часть, ты увидишь, что ее можно обменять на 15 дукатов. Вот 15 дукатов. Все, что в бронзе, это 15 дукатов. Все, что в серебре, это 45 дукатов. И золото, это 100 дукатов. Есть, правда, еще 65 дукатной версии. Но это все ты можешь посмотреть, наведясь на вещь, которую ты хочешь, в общем-то, продать. Продается это все в ларьке. У Бара, в релье, в который он прилетел, всегда есть ларек по обмену дукатов. Подходишь в этот ларек, выбираешь нужные части, которые ты хочешь скинуть за дукаты. Ну и получаешь дукаты. После этого ты подходишь к самому Баро. И что хочешь, то у него и покупаешь. Прилетает этот Баро на 2 дня, каждые 2 недели. И сидит тут в этом реле, собственно. Я постараюсь на все, что я говорю, поскидывать видосы. Ну, если что, ищи на канале. В общем, тебе понравится простая валютка. Второе, что тебе потребуется, это сами по себе дукаты. Это тоже про это где-то есть там видосы, мне оставлю ссылку, если что. Тебе нужно просто ходить, открывать реликвии вот эти вот. И получать эти. Ты в самом начале уже, как только начнешь играть, начнешь получать вот эти вот самые реликвии. И тебе не будет проблем походить там. Открываешь пати, идешь и надеешься, что выпадет что-нибудь интересное. Но, напомню, в ролике про это говорится, который я оставлю в описании. Но я все же напомню, не продавай сразу. Зайди на Warframe Market, про него тоже есть видос. Зайди на Warframe Market и проверь, стоит ли обменивать эту деталь, которую ты нашел, на, собственно, дукаты. Если она будет стоить очень хорошо в платине, может ее проще, лучше уж тогда так продать. Поэтому смотри, сравнивай, анализируй, ну и продавай. Частенько бара привозит такие вещи, как Prime Mode. На эти Prime Mode можно либо продать его незаправленный. То есть, вот, допустим, я купил три ствола из Рубета. У меня есть полностью заправленный ствол из Рубета. Это для СЭБа держу. А вот три для продажи валяются. Нужно как-нибудь заняться и их продать. Если ты его продаешь незаправленный, соответственно, он будет стоить примерно 60-70-80 платины. Если ты продаешь его полностью заправленный, это будет цена от 160 до 200 с лишним. Ну, как бы смотри, не обязательно. Единственное, что новичку, конечно, будет трудно этот мод заправить. Потому что для того, чтобы заправить этот мод, тебе понадобится не только бешеное количество, то есть 2 миллиона кредитов, еще и понадобится 41 тысяча эндо. Ну, а вначале оно тебе и так пригодится. Поэтому проще продавать все-таки готовые моды. И помни, что когда ты продаешь вот этот мод, незаправленный, готовый, ну, в смысле, незаправленный мод, то тот, кто у тебя его покупает, должен будет заплатить игре налог в 1 миллион. То есть, если ты захочешь купить, то ты будешь платить налог. А если ты будешь продавать, то тот, кто у тебя покупает, он платит налог. Ты, как продавец, ничего платить не будешь. Поэтому и можно их смело покупать. Покупаешь у бара, продаешь и, собственно, получаешь платину. Ну и у бара это все дело будет стоить где-то 350-450 дукатов. Плюс, ну, с индексом тысяч, короче говоря, это кредитов. В принципе, насобирать несложно. Также бара привозит редкие пушки. Ты их тоже можешь покупать и тоже продавать. Они тоже очень неплохо стоят, потому что, если сегодня бара привез какую-нибудь пушку или какой-нибудь мод, то в следующий раз, когда он его привезет, вообще неизвестно. Это может быть и через 2 недели, и через месяц, и через полгода. Поэтому вот этот мод или вот эту пушку, которую ты купил, тебе придется подержать какое-то время, чтобы она набрала в цене. Но у пушек есть один недостаток. Они занимают слот. То есть тебе для того, чтобы ее хранить, нужно будет слот для хранения. Поэтому с пушками не так весело. Для модов же, нифига, набрал там десяток модов и пусть они лежат. Ну, если новичок десяток, вряд ли у тебя получится набрать. Ну, пару-то модов ты можешь взять. Один себе, один на прокачку. Какие моды, кстати, стоит брать новичку, в первую очередь, тоже есть видос на канале. Смотри, ради прикола. Ну и, пожалуй, последнее, что стоит упомянуть про бара, это то, что каждое лето проходит Тенокон. На Тенокон можно купить билет. Для участников Тенокона открывается специальное реле отдельное. И в этом реле каждый год бара продает вообще все, что у него есть. То есть люди делают как? Покупают билет. На этот билет там заранее, за месяц начинают выфармливать тысяч тридцать, блин, там, дукатов. И как только бара прилетает, в общем-то, сразу у него начинают все это массово скупать. Зачастую даже бывает, что просишь кого-нибудь, кто купил билет, не обязательно тебе самому иметь билет, передаешь ему дукаты, он тебе передает. Ну, кореш, например, у тебя купил, да, там, билет на этот Тенокон. Ну и все, блин, он на Тенокон, короче, ты ему бям-бям-бям дукатов накидал, он тебе редкие вещи поскидывал. Ну, допустим, есть такая редкая фигня, как золотой мод на винтовку на первый выстрел. Называется он заряженный патронник. Ну и, в общем-то, этот мод ты можешь достать только таким способом. По-другому он никак его больше не привозит. То есть, этого мода не бывает даже, когда он это, возит бара каждые две недели, вот эти, вот этот мод он не привозит. Поэтому этот мод, когда начинается Тенокон, он впадает в цене, а потом поднимается, и стоит он очень хорошие бабки. Хочешь ради прикола посмотреть, загугли, ой, загугли, господи. Забей в этом на маркете и посмотри, сколько сейчас стоит заряженный патронник. Ну, а на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на стримы и так далее, и тому подобное. Всем удачи и всем пока.